Девчонки, всем-всем привет! Это Марина. Я снимаю свою постоянную рубрику «Косметичка на неделю» и только что поймала себя на мысли, что я опять поздоровалась только с девочками. Конечно же, всем привет, потому что я знаю, что меня смотрят не только девушки. Пытаюсь переучиться. Давайте покажу косметику, которой пользуюсь на этой неделе. Я не слишком поменяла состав, но у меня есть кое-что, что закончилось. Это вот такой гель от Lumine для бровей. Он всем известен. Это must-have очень многих девушек. Прекрасно себя ведет. Если у вас есть брови, ну, точнее, если вы их не рисуете с нуля, а есть хоть какие-то волоски, то вам этот гель подойдет, потому что он также прокрашивает немножко кожу, немножко волоски и, в общем-то, дает какой-то объем. Скорее всего, что я бы, может быть, купила еще раз такой гель, но, возможно, попозже, потому что сейчас я приноровилась пользоваться слегка подсохшей тушью для этих целей. Также у меня есть еще один карандаш и, в принципе, есть разные тауповые тени, которые я тоже смогла бы наносить на брови. Не вижу смысла сейчас его повторять, но, в общем-то, продукт хороший. С удовольствием его закончила. Дальше из моих постоянных продуктов – это бальзам Carmex, который находится у меня возле кровати. Я его наношу на ночь. Он не слишком быстро расходуется, но сейчас из-за повышенной температуры он так хорошо растаял, стал очень приятной текстурой, не такой, как зимой. Пользоваться – одно удовольствие, и я люблю его ментоловый холодок, такое покалывание, очень мне нравится. База у меня осталась точно такая же от Clinique Redness Solutions, уже пользуюсь ею не знаю, сколько недель. Наверное, как солнышко вышло, так я ее и начала использовать. Здесь есть SPF 15, мне нравится. База имеет зеленоватый оттенок, больше она подойдет для тех, у кого лицо склонно к красноте. Либо есть какие-то, может быть, высыпания, покраснения. Вот, очень подойдет в таком случае, но нужно наносить по минимуму. Тональный я на этой неделе не использовала совершенно. Использовала сразу пудру от Christian Dior, Dior Skin Nude. Оттенок 40 у меня, очень темная, но вот на эту базу нормально сейчас работает. Мне нравится эффект, сглаживает все неровности, корректирует. Очень хорошая пудра. Лучше, конечно же, ее наносить кистью кабуки, тогда она прекрасно распределяется. Так, продолжаю заканчивать румяна от Evroche. Пользуюсь только самым темным оттенком. Донышко пока не видно, но вот такие результаты, как видите, есть такая заметная выемка. Этими специально сейчас не пользуюсь, чтобы как-то вот здесь фиксировать результат. Также от Evroche использую тени. Это девятицветная палетка. В основном использовала вот эти вот три оттенка. Ну, я думаю, это даже заметно, что я пользуюсь именно ими. Туша у меня была и есть от Chanel, Le Volume de Chanel. Оттенок 10. Все еще пытаюсь к ней приноровиться. Имеет вот такую щеточку. Кому-то нравится, кому-то нет. У меня она немного отпечатывается до сих пор. Ну, вот пытаюсь к ней как-то привыкнуть. Дальше хайлайтер. Он же тени от Pupa. Использую, продолжаю. Палетка от Dior. Здесь я пользуюсь только помадой, которая не является помадой Dior, а перемещена в эту палетку искусственным путем. Это помада LCF оттенок 8. Как видите, уже видно дно. Ну, в общем-то, помады было немного, поэтому я рассчитываю как раз вот в этой палетке ее и закончить. Парфюмы у меня Sensori от Ariflame. У меня этот парфюм в дубле, потому что это такой у меня памятный аромат. И вот именно сейчас я захотела им попользоваться. Также, как и на прошлой неделе, я использую Paris Hilton Cancan. Такой пробник. Хочу его тоже использовать до конца. Ну, и последний продукт, который я вам покажу сегодня, это тоже продукт для губ. Это Clinique Super Balm увлажняющий блеск бальзам в оттенке 10 Grapefruit. Я его хочу тоже закончить, но не знаю, получится ли у меня это или нет. Мне кажется, что я его просто быстрее выброшу, чем закончу, хотя выбрасывать мне его будет жалко. Но вот к помаде, которая от LCF, я добавлю еще такой блеск. Посмотрим, как он у меня пойдет. На этом все. Пишите ваши комментарии. С удовольствием их почитаю. Может быть, у вас есть какие-то идеи, что мне нужно заканчивать еще. Обязательно пишите под видео. Спасибо вам большое за внимание. С вами была Марина. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok